Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Долго мучить без воды нельзя Проблема в носочке тоже Ну вот и с глушением у него тоже Думаю, что вот так вот, наверное, лучше Так, ну здесь, наверное, все ясно и понятно А он открытый вообще? Здесь шестигранники На всех колесах Не обязательно откручивать все четыре, там можно два Отпустить Можно вопрос вот этого Фух, не скажу Ни разу не пользовался Есть предположение, что Для воздуха Начкачка воздуха при стоянке, ну если вдруг Да Покладу там, где тот шестигранник Это лифт Это ключ включения лифта Затвор выдергиваем Значит, одна кнопка, которую все время надо нажимать То есть пока ее не нажмешь, ничего не работает И два рычага, которые управляют лифтом Подъемных лифтов Вот здесь написано одна тунда Вот его бирка А, вот она То есть с этим лифтом ситуация такая Насос электрический работает от 24 вольт От основных аккумуляторов, да? Посадите аккумуляторы, не будет работать лучше Будет низкое напряжение Даже не откроются клапана на, ну, открытие Эти с замками Ну, на ключах там они висят Я ими не пользовался Потому что лифт есть Лифтом можно управлять вот с этого Тут все ясно и понятно Кнопка вверх, кнопка вниз там Он не работает на закрывание То есть только поднять И опустить Да Она разматывается Так, здесь что? Здесь, значит, этот свет работает от 220 только, да? Его выключатель и это Здесь шланг для... Компрессора Компрессора То есть здесь ресивер Внизу кран для спуска конденсата Потому что здесь шланг сверху Там, ну, через тот, ну, спуск не сливается И здесь Ну, это, да Гатушка Она как-то была... О, ее надо дернуть, она убирается Здесь вам щетка осталась Подарой Мне за порядком следили Вот здесь лежит палка Которая для маркизы Вот он бак Вот он бак Генератора То есть его заливаем отсюда Не помню Сколько литров Там дырка-то есть Он тоже бензиновый, да? Да, он бензиновый И они все четырех такники Масло вмешать нигде не надо Так Здесь тогда все Розетка вот здесь есть Ну, розетка здесь И розетка там На рабочем, да? Это 220 Когда есть в машине 220 То есть все равно Работает ли генератор Или подключено к наружному Там, к бортовому Ну, куда там К думу Все время Этот самый 220 есть Это кнопка включения задних фонарей И выключения Вот те, которые здесь Горят? Есть Они сделаны эти кнопки Там с салоном Так, что если здесь, например, включено И ушел Там можно выключить И наоборот И наоборот И наоборот И с ну, такая система С этими кнопками Значит Предупрежу вас сразу Вся вот эта фурнитура Она от кемперов Она очень легко ломающаяся Особенно если мужики, которые Нормально с гаечными ключами управляются Да? Ну, понежнее Вот Чтобы начальство не ругалось Посмотреть Посмотреть С холодильником Да Знакомитель Это самое С холодильником Значит Ну ладно Там все С холодильником Все четко и понятно Значит Этот регулятор Который Выбирает То, на чем он будет работать Вот сейчас написано Газ Там было слышно Щелчки такие Цок-цок-цок-цок-цок-цок Это пьезо Пытается зажечь газ То есть Как только Открылся этот И пошли щелчки Если нигде Кран газовый Не закрыт Тогда Все Он включился на газу Этот регулятор Который регулирует Холоднее Теплее Ну На максимуме стоит Потому что Честно скажу Ну Это не домашний холодильник Да То есть Продукты Чтобы лучше хранить Лучше сюда Холодными класть То есть Холодными кладете Оно лучше Или там Долго включенным Будет Что вы тут Посмотрите Потом Значит При включенной 220 Лучше использовать 220 То есть Переводим В другой режим Сейчас он не горит Потому что Нету 220 Ага 12 вольт Если вы ставите То 12 вольт Это будет От этой сети 12 вольт Которая здесь Аккумулятор Не рекомендую Использовать Толка мало Потребление большое То есть На мой взгляд Самое лучшее Это газ Запасы Его довольно много 80 литров Или 220 Здесь два фиксатора Которые Ну Чтобы не открывалось Да Ну Не знаю Где-то Что-то Запало Вообще Работало Ну Надо Посмотреть Будет А вот Где-то Он что-то Там Чуть-чуть Цепляет Но не до конца Лучше Это сделать Потому что Ну Мы раскачиваем Это Да Так С газовой Плитой Тоже Все просто И понятно Кто Кует Дайте Зажигалку Или спичку Ничего Не оставили Значит Нажали Как на многих Домашних Плитерах Добрый день Здрасте Тепловой Клапан Поставили И Надо немножко Придержать Чтобы он Сработал Все Он работает Если вдруг Залило Или задуло Но Благодаря Тепловому Клапану Будет Перекрыт Газ Все Комфорки Так Здесь Немножко Дурная Система Если Уменьшить Газ То Надо Дальше Крутить То есть Не в обратную Сторон Если В обратную Он Выключится Посмотрите Указатели Есть Дальше Значит Вот тут Внизу Вот тут Внизу Есть Такая Вещь Про Которую Нельзя Забывать Я Позавлю Сейчас Если Светится Попробуем Подсветить Попробуем Трубки Или Ещё Что-то Я На зиму Заливаю Спирт Если Вы Люди Пьющие Можете Подставлять Ведро И Сливать Обычный Питьевой Спирт Вот Там Дальше Это Бойлер Горячей Воды Ну Это Просто Для Информации Лазить Туда Не стоит Если Ничего Не Случилось Он Включается Вот Тем Пультом Вот Тот Который Нижний Значит У него Два Положения Там По Температуре Воды Верхняя 50 Нижняя 70 То Ну Я Не знаю Там Например Кто-то Любит Горячей Помыться Ну Туда Надо Включать 70 То есть При Его Включении Ничего Не Загорается Он Начинает Автоматически Работать Если У него Есть Проблемы То Загорается Сверху Красная Лампочка Сейчас Они Эти Проблемы У него Есть У него Выхлоп Закрыт То То Есть Через Некоторое Время Должна Загореться Лампочка Что У него Какая То Вот Видите Загорелась Красная Лампочка Он Не Работает То 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 Надо Идти Смотреть В чем Дело Отсутствие Вот Крышки Которую Мы Не Сняли Здесь Обычная Розетка 220 Да Две Штуки И Выключатели Света Ну Тут Шкафчики Тут Ничего Больше Нет Тут Шкафчики Тут Просто Открываете Закрываете Дальше Что Раковина С раковиной Тоже Ничего Умного Обычная Раковина Обычный Кран Горячая Холодная Вода Как Дома То Ну Тут Все Разберете По Месту Возвращаю Так Не Несу С Дуж Говорю С душем Значит С душем Все ясно И понятно Как дома Горячая Холодная Вода Лейка Поливаем С туалетом Давай Может быть Ты зайди сюда Чтобы тебе удобнее Снимало Я покажу Значит Кран Горячая Холодная Вода Понятно Как Пользоваться Туалетом Когда Пользуемся Туалетом Эту Штучку Поднимаем Шланг Задубевший Не держит Фиксатор Открываем Туалет Здесь Что самое главное Не забудь Открыть клапан Вот эта Ручка Поворота Это Открытие Клапана Там Можно Посмотреть Будет Открываться Открываться Закрываться Если Забыли Открыть Все Дерьмо Которое Выпадет Все Будет Лежать Здесь То есть Когда Открыли Здесь Есть Слив Включается Электрическая Помпа То есть Тут Только Выключатель Когда В воде Вода В системе Здесь Туалетная Бумага Оставил Жидкость Это Аналог Того Что Надо Заливать В самолетах Ну Биотуалеты Они Все Везде Одинаково Куда Ее Заливать Ее Надо Будет Заливать В тот Бак Который Мы Потом С улицы Посмотрим Тут Кассеты А Это Что За Индикатор Это Индикатор Заполняемости Но С ним Что-то Я не знаю Он Неправильно Показывает Сейчас Он Пустой А он Как бы Половину Показывает Не Могу Сказать Причину Со Шторками Со Шторками Так Нажали Да Это Темная Это Светлая Вот Тут Нажали Сеточка Ушла Тут Нажали Окно Открыли Свет Здесь Отдельный Выключатель Это От Комаров Вентиляция В каждой Таких Несколько Стоит По Всему Дому Это Клапан То Если Нужно Чтобы Где-то Было Больше Его Можно Сделать За счет Скорости Вентилятора И за счет Закрытия Других Клапанов Где Например Там Жарко Стало Там Его Можно Прикрыть Тогда Значит Там Самое Холодное Место Это Грузовой Осет То есть Если Мне Надо Было Зимой Чтобы Там Была Нормальная Температура То Здесь Надо Было Прикрыть Включить Вентилятор На полную И Тогда Там Был Сильнее Поток И Более Горячий Воздух Отопление В принципе Может Работать И Бесключенного Двигателя Да Отопление Работает От Аккумулятора Который Находится Внутри В машине И От Газа То есть Вентилятор Крутится От 12 Вольт А Это Само Отопление От Газа Если На Насчет Оставлять Ну Без Проблем То Есть У Нас Было Так Дальние Например Гонки Которые Там Врезок Когда Три Часа Надо Ехать На Ходу Включая Даже Если Например Вдвоем С сыном Были Здесь Включали Отопление И Поехали Три Часа Здесь Стоит Индикатор Пожара Он Пищит Так Как У меня Включены Камеры И Переговорные Устройства Мне его Там Слышно То есть Ну Проблем Не Никаких Но Это Все Рассчитано Это Все Оборудование Для Кемперов Которые На Это Рассчитано Здорово Привет Здрасте Так Идем Дальше Значит Что Здесь Ну Вот Одна Камера Тут Стоит Одна Камера Тут Стоит Вот С Этой Камерой Есть Один Нюанс Если Штора Открыта До Конца То Ничего Не Может Перекрывать Чуть Да Поэтому Надо Следить Может За Этим Делом Здесь Блок Управления Все Этой Фигней То Что Здесь Есть Вот Это Вот Сейчас Выключено Это Помпа Да Ну Я Честно Говорю Там Спирт Залит Не Очень Хорошо Там Включать Покажу Потом Как Надо Слить Будет Залить В Воду И Включить Но Это Помпа Это Все Освещение Которое Разделено На Несколько Ну Они Как Предохранители Типа Работают Не Знаю Что Это Вот Это Что За Кнопка Эта Кнопка Индикатор Количества Воды В Баке Питьевом Два Питьевых Бака Где-то На 250 По-моему Литров В общей Сложности Находятся Под Этой Кроватью Они Горизонтальные Поэтому Есть Например Некоторые Трудности Что Там Может Остаться Литров Ну Я Не Не Знаю Там 40 50 Воды Которую Не Взять Оттуда